Всем привет! Сегодня у нас очередное путешествие по красивым местам Испании. Может люди, которые здесь живут, они все знают, они владеют языком, но они хотят приехать в зону и сами дикарем ехать туда-туда. Машина наша стоит здесь, гуляли мы сегодня в эту сторону, здесь дальше открывается карта, а сейчас мы прошли сюда. Вода выглядит, как будто температура очень холодная, дна не видно, но я думаю, что она очень полезная. В принципе, местечко небольшое и малое, кто о нем знает, такое скрытое между горами. Тань, расскажи, где мы находимся? Мы находимся в Сеи, и местечко, которое мы сейчас будем искать, называется Фонт Майор. Это подземный источник с чистой кристальной водой, где мы никогда не были. Идем. Тропинка пошла вниз, сейчас походу вниз. Фонт Майор, а Интон Энде Сеи, он закрыт в связи с вирусом. Фонт Майор, а Интон Энде Сеи, он закрыт в связи с вирусом. Их не было. Можно, если вы видите, то вы хотите идти, но... Обычно там можно пройти, но из-за вируса закрыли. Да, кстати, может быть, если нам здесь не понравится, мы можем вернуться на водохранилище. И найти их. Какие ягоды! Давай сорвим! Осторожно, здесь я, можно сводить. Тропинка по той стороне, вон она, можно перейти. Давай, давай, давай. Осторожно тут. Я двину не открыть, я рву. Да, значит, все-таки нам надо было в ту сторону. Идем обратно, там нет спуска. Вот сейчас тут за углом был спуск. Я за машиной плачу. Ай, какой колючий. Максима вон, по-моему. Максима здесь полно. Пойдем дальше по самому. Это здесь кто-то специально косил, чтобы можно было вокруг пройти или к своему участку подойти? Это хорошо, что мы с собой еду на пикник не взяли. Синий виноград. Мы виноград нашли. Вот он, типа укроп. Пенхель, да, называется? Пенхель наш. Очень полезная травка. Но это не то место, в которое мы должны были сегодня прийти. То место закрыто из-за ковида. Поэтому будем наслаждаться тем, что имеем, где мы смогли пробраться. Ну что, будем купаться? Может быть, там дальше есть еще место, где можно точно так же? Навряд ли, потому что через кусты никто не пойдет. Она заканчивается или как? Да, она заканчивается. А вон еще дорожка, куда можно пройти дальше. Очень красивое место отсюда сфоткаешь. Вот именно там, где я стою. Там еще один мостик. Смотрите, какие обалденные места. Очень, кстати, напоминает по ландшафту монастырь у де Педро. Местечко, которое находится в провинции Тироэль. С водопадами и водными речками. Отсюда 400 километров. Или 300. Смотрите, как здесь красиво. Как будто в джунглях. Такие деревья интересные. Там мостик будет еще два. Красивые места, да, обалденные? Но все равно мостики сделаны такие. Это же кто-то местные делали это все, чтобы можно было здесь ходить. Наверное. Я бы скупалась, я бы села была. А будет здесь есть? Да? Воду ноги помочить хотя бы. Я бы на эту сторону уже переходили. Сейчас, да? Ну, когда мы подошли. Может, там дальше еще можно? Мы потихоньку пошли вперед. На ледяная! По ощущениям, точно такая же, как и в Алгаре. Поинт из де Алгар. Она... Давай, поднимайся, пошли. Ну, освежает. Супер. А, точно, рак. Дети, рак! Оба-на! Это значит, что чистая вода. Вон, краски, вон. Мы вернемся, перекусим возле машины и потом поедем купаться в Амадорио. Если ничего не... А, конечно, тут очень красивое место. Искупались и пошли, в принципе. Сейчас посмотрим. Там, где ты сейчас стоял, это же какая-то бетонный какой-то порог для чего-то был сделан раньше, нет? Нет, это камни просто... А мы водой промылили. Если здесь озеро, а то место, которое было закрыто, значит, это еще дополнительно, помимо того, еще и это. Просто мы похожие места ездили за 400 километров, а они у нас тут совсем рядом находятся. Помнишь, место называется Антиньент? Похоже очень и очень далеко. А оно здесь рядом. Что-то напоминает... Знаешь, что из детства вот... Сколько жуков на листе! Антиньент есть такое местечко, очень похожее. Оно находится от нас, наверное, 150 километров. Очень похоже на это. Дай мне руку, пожалуйста. Какая классная вода! Когда жарко, знаешь... Таня уже убежала, уже пятки сверкают! Какой классный подсол. Антиньент, главное, что мы нашли это место. Здесь были раки. Здесь были раки. А, вон! Вон рак, смотрите. Рак снова? А есть чем? Он может укусить. Да. Можно играть на ким. Рукам. Вот так, в каком. Сейчас. Дальше. Смотри. Главное. Скажи мне ещё. Ты знаешь, что такие... А, мне какой-то раки смотрят. А кто ему открытся? Может быть, что? Кстати, там довольно глубоко смотрят. И не знает, что там живёт. Опа! Ну, теперь не достанешь и пойдёшь. Спасибо, нельзя было. Макс, и Дану или... А, да-да-да! А, вот здесь, да. Таня, лучше не вступает. держите бутылку здесь вкусно пахнет какими-то цветами не почувствовали что-то где-то цветет а вот это они есть на понюхать по-моему вот эти цветочки пахнет сейчас фильм поиски капитана гранта сейчас мы посмотрим я думаю что это не так и поднимать даже не смотри оснаете так все-таки здесь можно купаться между камнями мирнула там такая глубина не это мелко ну там уже там люди ведь если бы там никого не было мы могли а там куда мы там все не поместимся там слишком мало места там глубоко да под камнями сейчас она сейчас она нырнет просто слишком холодная вода оба ты поплыла поплыла ледяная вода на самом деле если кто-то хочет приобрести себе недвижимость таких прекрасных экологических чистых местах звоните нам поможем мы должны его увидеть даже если она закрыта я слышал об этом водопаде что это кристально чистая вода и что там нельзя купаться собак нет это небольшое водохранилище и по-моему это вода либо с гор либо это источник подземный владелец этого природного источника оинтамента ну вот у нас произошел пикник мы перекусили с новыми силами идем запрещенное место ради которого мы сюда приехали до которого мы все еще не дошли там кто-то ходит там значит есть все-таки тропинка да но она идет по воде да да пойдем поверху значит все-таки под этим мостом можно было пройти с той стороны но здесь попроще там должно быть квадратной формы какой-то резервуар воды в котором можно купаться так что ждем когда откроется все после коронавируса и приезжаем сюда на целый день конечно я сейчас посмотрю что здесь как он месяц или какая-то впереди значит там машина наша стоит гуляли мы сегодня в эту сторону здесь дальше обрывается карта а сейчас мы прошли сюда мы находимся здесь и вот здесь зона барбекю то есть это вот здесь наверху получается и дальше речка пошла дальше то есть она еще очень далеко идет если купаться нельзя здесь покупаться можно дальше где-то здесь и речка идет ту сторону вода выглядит как будто очень температура очень холодная на не видно но я думаю что она очень полезно в принципе местечко небольшое и малое кто о нем знает такое скрытое между горами что все-таки это подземный источник потому что мы были в похожем водоеме и там каждые 12 часов обменивается вода из под земли источник его там точно также шли пузырьки как и здесь под земли это значит все-таки это подземный источник они горный закрыта на совесть людей из-за ковида кто-то считает что можно купаться кто-то нет у кого есть совесть тот не купаются и кибана цветов может быть здесь свадьба какая-то было значит едем вы сейчас в обратную сторону точно так же как мы ехали дома то до водохранилище сворачиваем резко на дорогу вниз мы там ни разу не были но там стояло много машины там значит можно купаться и посмотрим как там берег как вода и заодно для себя узнаем на следующие выходные можно ли приехать туда с каяками потому что информация в на это есть что разрешено и кстати еще одна интересная штучка насчет этого имбальца дома дурио мы проезжали бар ресторан кафешка она прямо правой стороны было называлась ресторан the pantone в интернете написано что в этом баре можно купить билет лицензию на один день на рыбалку на этому на водохранилище да и заодно узнаем о если где-то спуск для каяков потому что это намного ближе чем ехать в водолез и если брать например разрешение на рыбалку то я не знаю эту рыбу на на по логике нужно отпускать да когда ловишь но все равно и там я прочитал три вида рыбы ловится карпы вводится карпы какая-то еще еще какие-то два для меня незнакомых вида в общем три вида рыбы есть там кстати мы прошлый раз же были удалите резина это не рассказывала цене на этом водохранилища и рован встретила своих ребят знакомых грузина они туда приехали на рыбалку и ничего не поймали сказали что в глаза ли ты водохранилище вообще рыбы никогда не бывает и они сложили удочку и поехали сюда вот на это водохранилище искали что всегда на это очень много рыбы может люди которые здесь вы стане и живут и они все знают они не до владеют языком но они хотят приехать зону и сами дикарем ехать туда-туда. Места, возможность, там, не знаю, каяки, рыбалка, купание в источнике, потом в интернете почитаем, что в себе содержит эта вода, то есть лечение от каких-то болезней. В следующий раз поедем, есть еще одно красивое, интересное местечко, горные картины, рисунки, как правильно, древних людей, да. Когда-то рассказывали, что до этих рисунков все было наполнено водой. Сколько там тысяч метров на уровне моря эти рисунки? Не знаю, очень много, но сейчас мы ходим по дну, то есть как бы. Кстати, насчет палаток, вот в таких местах красиво очень можно ночевать с палаткой, но вроде бы нужно брать разрешение местной мэрии на то, чтобы ночевать с палаткой. Я не знала этого. Я думала, что можно спокойно приехать, распить палатку и наслаждаться природой. Оказывается, нужно еще у кого-то разрешение вставить. Хотя в таких местах, может быть, никто никогда не увидит, но не зря здесь камера стоит. Возможно. Тоже поэтому были случаи. Смотрите. 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 Смотри, как все собаку делают, как на руках. Вот смотри, видишь, как он их там. Да, потому что неприятное дно камня. Все равно мне здесь больше нравится, чем на море. На море много туристов, здесь спокойнее. И нет больших волн. Иногда на море приезжаешь, там такие волны, что опасно даже купаться. Остаемся здесь или идем туда, до моста? Туда пошел? Там чище вода, да? Я здесь хочу. В этом, кстати, водохранилище намного больше рыбы, чем водохранилище Гвадалеста. По цвету, Миш, водохранилище, это по сравнению с водохранилищем Гвадалеста, оно менее голубое, менее цвета туркеса. Оно как бы то всегда выглядит таким небесного цвета, а это всегда такой более цвет морской воды, а не озерный. Хорошо, пока солнышко есть, но она скоро идет за горы. Так что мы должны успеть искупаться. Там девушка ловит рыбу, представляете? Одна. «Откестянецом» Доминго потребуется лицем, но я могу генерироваться и дать вам лицензия провисиональной. На луне я получу лицензию, я вам расскажу по WhatsApp. Если мы хотим, то мы хотим, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим? Доминго, в чем час вы хотели приехать? Рассказываетесь на улице. С 11 часов? Да, тогда. Значит, после 11 часов. Вы можете перейти на улице по 10 часов. В среднем. В среднем враче. Вы можете перейти на улице. У вас есть по-карте? Врачебно. Вы знаете о городе? Да. Вы знаете о городе? В баре Григорио. Нет, мы с вами находимся. В городе Гребеншен. Вы прошли по городу. И на последней части города, вы можете идти на дрето, есть большая палмера, 30 метров на палмера, а на дрето есть офисная с крестой, витрине 2,5 метров, с фото с пиццами. Но на неделю вы будете на 10? На неделю я буду на 10. Это на 2. На 2. На 2. И там есть телефон. Телефон от вас? Да, это мой телефон. Это телефон от вас. Для любого дела вы можете звонить и выключите. Хорошо. То есть 36, это лицензия? 35 евро, это лицензия. И 18, это лицензия? 18, это лицензия. 18, это лицензия. Если вы приходите на 1 день, вы получите лицензия, 18 евро. Хорошо. И, смотрите, если мы хотим 2 семьи, мы должны купить 2 лицензии? Если они 2 пиццов, 2 лицензии. Да, да, да. Какие пиццы? Да, это лицензия для пиццов, и пиццов для пиццов. Хорошо. Фитцов, сколько пиццов есть? Если вы поднимите и не пицца, то он не будет пиццов. Если нет, он не будет пиццов. То есть не стоит лицензия. У нас есть еще вопрос. и все, чтобы все были. Потому что есть люди с кайаками, что вы видели? Да, не можно. В кайаке есть все элементы взлетающие, и здесь есть сигнал, что есть межилон, который называется межилон-цебра, который является водителем. Это межилон, в воде, 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 в воде. Вilo, в воде, в воде,-м��고, лети в воде. В воде, при них же загл NP. В воде, в городе Евгене, который используется пора для других мест, поэтому, это практически todo prohibited в воде,ARYA уже lieber. И они Callита генирида же. В Кайаката с indigenous генного assets То есть люди, которые идут с двух бельханов, они оставят их, а один пейел бронет и находится, у нее лежат с бельхан, а он лежит в воду, потом он идет в воду, он лежит в воду, он лежит, и этот год мы вышли, и другой партиз не лежит, потому что он был в воду, это очень большая опасность. И они могут быть где-то, они также лежат с бельханами. А также, в виде правой, в Штатах, и для правой правой потребности. И, в правой правой, нужно больше. И, в китах, Кто должен выполнить это? Когда он приходит в сентябре, он приходит. Он приходит в сентябре и в сентябре. Он уже уничтожил эту зону, но люди приходят и приходят. Нужно быть здесь. Нужно быть здесь, если нет, чтобы не было много людей. Но я сейчас буду avisать, извините. Вы знаете, да? Хорошо, спасибо. Вы должны выпустить лицензию на год на 135 евро, а потом еще 18 евро на человек. Две удочки. А толку ловить и выпускать? А рыбаки всегда всех делают так. Да, у нас такая в Риге тоже так же делают. То есть, домой вообще ничего нельзя брать? Фотку. Фотка, это мамала, азарт. Как ты ее вытаскиваешь? Если хотя бы можно было здесь пожарить, да? Даже нельзя купаться. Сегодня утром гвардия цивиль переезжала, всех выгнала, а потом еще другие новые приехали. Это нереально постоянно. Купаться нельзя, потому что здесь большие карпы. В прошлом году, он говорит, человек чуть не умер. Слышала, да? Что они крючки вытаскивают, этими крючками человеку разодрало ногу там или что там стало. Ну, это истории, может быть, которые... Включается, вообще даже купаться нельзя. Да. Ну, видишь, у нас парня. Хорошо, что мы спросили. А то приехали бы с каяком в воскресенье, а потом что? Осталось бы приезжала гвардия цивиль сегодня и санидат, да? Ну, видишь, это так, можно приехать и... Фатарея уже закончилась. Можно приехать и на везение, ни на кого не попасть, а покататься. Но можно попасть. В следующие выходные планируем поездку в другие места, где все еще можно... Корректор Леонук וא� Кеэкспридзе Жолком приехал в двух 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 четырех circuit tools в 10-12 давuyor.